В Лазаревском появится новая парковая зона. Об этом стало известно во время рабочего визита мэра Сочи. В Сочи открылось региональное отделение Общенационального союза индустрии гостеприимства и стартовал конкурс профессионалов. Только треть сочинцев оформляют документы на машину через госуслуги. Инспекторы показали, что это очень удобно. Более ста теннисистов борются за кубок губернатора в Сочи. Турнир собрал сильнейших спортсменов из 15 регионов. Миллиарды рублей на важнейшие для жизни регионопроекты. В Краснодарском крае готовятся к масштабному строительству сразу ряда социальных объектов. О темпах реализации этих программ сегодня говорили на совещании у губернатора. Вениамин Кондратьев лично следит за их выполнением. На что направят бюджетные деньги, узнаем из следующего сюжета. Школы для одаренных детей – современный медицинский кластер. Эти проекты на ближайшие годы станут приоритетными для всех уровней власти на Кубани. О реализации важнейших для региона программ сегодня говорили у губернатора. Подобные совещания Вениамин Кондратьев проводит ежемесячно. На столе отчеты с подробными данными по каждому объекту. Школы, детские сады, больницы. Перенос сроков строительства в этих случаях недопустим. Так, например, как в станице Тбилисской, где с 2008 года не могут сдать лечебный корпус центральной районной больницы. Знаете, коллеги, я вот смотрю, чисто коммерсанты. У них все достаточно быстро. У них проектируется за пару месяцев по тому же строительству спортивных комплексов, где они просто берут, а потом у них надо, правда, выкупать. Но у них достаточно все быстро делается, потому что у них деньги заемные, деньги работают, они проценты, надо чем быстрее, тем лучше. У нас же все растягивается на года. Почему? То есть, получается, у строительного бизнеса огромный интерес заработать, а у коллег наших, чиновников, интереса никакого нет. Потому что они ни за что не отвечают и еще ни за что не платят, в том числе. И никакие проценты за то, что деньги лежат в бюджете, никто с них не взымает. На особом контроле строительство медицинского кластера в Краснодаре. В начале следующего года планируют определиться с подрядчиком и заключить контракт на изыскательные работы. Еще один важнейший региональный проект – школа для одаренных детей в краевой столице. На 12 гектарах разместится настоящий кампус на 1100 мест, включая интернат для ребят из районов. Свои двери учебное заведение должно открыть через пару лет. Это уникальный объект. Мы будем проводить работу по отбору детей заблаговременно, заранее, потому что у нас дети заходят в эту школу после пятого класса. Мы должны их всех оттестировать. Они пройдут вступительный экзамен в эту школу. Эта школа особенная, школа уникальная. Одно совещание переходит в другое за считанные минуты. Служба протокола меняет таблички с именами и сразу приглашает следующих участников заседания, которые отвечают уже за строительство Центра военно-патриотического воспитания. Масштабный проект, аналогов которому в регионе еще не было. Парк «Патриот» расположится около станицы Старомышастовской. Это первый подобный объект в Южном федеральном округе. Он включает в себя комплекс воздушно-десантной подготовки, собственный скалодром, трассу для мотокросса и многое другое. Полная сдача Центра запланирована на 2022 год. Однако в следующем уже построят часть площадок. Планируется закончить строительство к 9 мая. Это летная составляющая класса. И, соответственно, воздушно-десантного комплекса с находящимся рядом автошколой. Строительство парка «Патриот» – это реальный шаг в сторону по-настоящему патриотического воспитания молодежи. По-настоящему патриотического воспитания. Чтобы мы не просто призывали и призывами пытались сделать из них патриотов. Мы должны создать условия, чтобы мы формировали, растили патриотов из наших мальчишек и девчонок. Но для этого нам нужно место. И вот парк «Патриот» – да, именно такое место. 150 гектаров. Возлетно-посадочная полоса. Полигоны. Все необходимо для того, чтобы они проходили основы начальной военной подготовки. В основном это, конечно, для будущих защитников Отечества. Вот для этого мы сегодня с вами строим парк «Патриот». В первую очередь парк «Патриот» рассчитан на школьников и студентов. Молодежной инфраструктуре в Краснодарском крае сейчас, в принципе, уделяется много внимания. В следующем году должны приступить к строительству центров единоборств сразу в 14 районах. До февраля месяца проектно-осмедленная документация должна быть готова. Еще раз подчеркиваю, здесь и ответственность глав муниципальных образований, Андрей Сергеевич, и ваша. Вы заинтересант, министр спорта края. Все коллеги – это техническое сопровождение. Поэтому если идет сбой, значит просто жмите кнопку с тревогой, тревожную кнопку, я быстро на нее отреагирую. Но к февралю месяцу 14 проектов с этой документацией должны быть в полной боевой готовности, как говорится. Уже готовы к применению вот этих проектов, готовы к применению. И в марте мы приступаем к строительству. В 14 муниципальных образований центра спортивных единоборств. Деньги есть, желание есть, воля есть. Теперь покажите профессионализм. Чтобы выстроить систему, был разработан план мероприятий, который предусматривает строительство во всех муниципальных образованиях, с 44 муниципальных образований центров единоборств до 2023 года. Все поручения губернатора сразу внесли в протокол и зарегистрировали в управление контроля. А значит, за любые сбои по приоритетным региональным проектам отвечать будут конкретные чиновники. Безопасность на вокзалах и в аэропортах, контроль за продажей пиротехники и усиленные полицейские патрули на улицах. Новогодние праздники в Краснодарском крае не должны омрачить никакие чрезвычайные ситуации. О готовности всех спецслужб к зимним каникулам сегодня говорили на заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Возглавил совещание губернатор. Вениамин Кондратьев попросил уделить особое внимание всем транспортным узлам, на которые из-за наплыва туристов придется большая нагрузка. Давайте не забудем про то, что наши гости отдыхающие, которые к нам приедут, в первую очередь их будут встречать. Это аэропорты, железнодорожные вокзалы и автовокзалы. Вот здесь тоже мы должны эту составляющую маршрута, их маршрута взять под особый контроль. И противопожарная безопасность, и антитеррористическая защищенность аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов должна быть максимально усилена в этот период. Еще раз подчеркиваю, потому что безусловно и так она у нас на высоком уровне, ну а здесь особо усиленно, потому что, конечно, кратно будет количество людей, которые будут проходить через аэропорты, и железнодорожные вокзалы, и автовокзалы. Кроме этого, к охране общественного порядка в регионе будут привлечены 7 тысяч казаков. А в Сочи в Зимнем театре подвели итоги футбольного сезона 2019 года. С многочисленными победами местных футболистов поздравил глава города Алексей Копайгородский. В холле развернулась экспозиция об основных вехах развития сочинского футбола. Этот год также войдет в историю игры. Впервые за долгое время сочинские спортсмены стали чемпионами России. Достичь таких высот удалось футболистам 2003 года рождения. Уже на сцене мэр курорта вручил награды победителям турнира на Кубок главы города Сочи. В этом году в соревнованиях приняли участие более 2 тысяч человек. Проводились они в разных возрастных категориях. Победителями стали команды детской спортшколы 10-7, спортшколы Лион, Черноморец и Дагомыс. Сегодня в городских спортивных школах профессионально гоняют мяч около 6 тысяч ребят. Общее же количество игроков насчитывает 20 тысяч человек. И эта цифра растет с каждым днем. Поэтому мы продолжим совершенствовать и развивать футбольную инфраструктуру, которая нам досталась в наследство после чемпионата мира. Мы будем строить новые объекты и создавать максимально комфортные условия для занятий спортом. Кроме того, более 600 футболистам были вручены награды. Среди них победители и призеры первенства чемпионата города Сочи по футболу среди разных возрастных категорий и футболисты, победившие в номинациях. Лучший вратарь, лучший защитник и лучший футболист года. У чемпионов же новые планы. В новом году побороться за Кубок России. В поселке Лазаревское у Центрального рынка появится новая парковая зона. Об этом стало известно во время рабочего визита в районный центр мэра Сочи Алексея Копайгородского. Он также побывал на местных очистных сооружениях и встретился с жителями. Территория вокруг Лазаревского Центрального рынка после сноса уже более полутора лет в неприглядном виде. Ситуация такая сложилась из-за судебных тяжб между собственниками объекта. Глава города поручил разработать концепцию благоустройства, прилегающей к торговому центру территории. К предстоящему курортному сезону там должна появиться парковая зона и стоянка для посетителей. За счет собственников в порядок должны привести фасад здания. Второй вопрос. Лазаревские очистные – они самые старые на курорте. Летом работают на пределе своих возможностей. При этом поселок активно продолжает развиваться. Строятся новые отели, жилые дома. Объекту требуется реконструкция. Данные очистных сооружений были построены и введены в 1981 году. Производительность данных очистных сооружений – 17,7 тысяч кубов в сутки. Ну и показывает практика, что данных очистных сооружений в правительстве не хватает даже для поселка Лазаревский. Не говоря уже о том, что ближе к лежащих поселкам. На сегодняшний день это одна из самых старых войск на территории города. Мы понимаем, что в летний период мощности не хватает. В летний период, да. Что нужно сделать, чтобы увеличить мощность? Значит, понятно, что нужно расширение реконструкции данных очистных сооружений хотя бы до 35 тысяч. Для того, чтобы позволить ближайшим поселкам, это Слоняки, Волконка и Зубова щель подключиться к данным очистным сооружениям после реконструкции. И само развитие поселка Лазаревского. Вы понимаете, как это сделать? Мы понимаем, чисто с технологической точки зрения, нужный источник финансирования. Готовьте документы, будем разговаривать. Глава города во время рабочего визита провел также прием местных жителей. Вопросы, с которыми они обращались к мэру, в основном касались жилищно-коммунального хозяйства, строительства, незаконных объектов и проблем с оформлением земельных участков. В Сочи открылось региональное отделение Общенационального союза индустрии и гостеприимства. Презентация пока новой для курорта организации состоялась накануне в Олимпийском парке. Кто может стать участником союза и какие перспективы он открывает для развития бизнеса и в целом для социально-экономического развития города и региона, расскажем в нашем сюжете. В зале представители отелей, ресторанов, туристических и экскурсионных фирм Сочи. Для санаторно-курортного комплекса города провели презентацию Общенационального союза индустрии и гостеприимства. Его цель – объединить все направления в этой сфере, в том числе для участия в законодательных инициативах. Союз был создан всего полгода назад и сегодня в него уже входят 17 ассоциаций партнеров, это более тысячи человек. Любое межотраслевое объединение, которое нацелено на определенные цели, задачи и результат, дает мультипликативный эффект. Я вам объясню на примере одного из объектов показа или одного отеля. Когда вы создаете что-то, куда едут туристы, вокруг него вырастает бизнес. С бизнесом вырастает занятость населения, с занятостью населения и бизнесом вырастают налоги, увеличивается доходная часть бюджета и создаются точки роста вокруг этого всего. И таким образом мы из одной точки показа или объекта, или какого-то интересного места создаем возможности для всех остальных. И таким образом мы развиваем один регион, развиваем поселок, развиваем город. Задач у Союза много – повысить доходность индустрии гостеприимства, помочь компаниям найти партнеров в других регионах, подобрать экспертов для обучения и консультаций и многое другое. Ну а глобально – это повышение туристической и инвестиционной привлекательности регионов. Теперь к решению общих для индустрии гостеприимства проблем присоединится и Сочи. Здесь открывается региональное отделение Общенационального союза. Сочи – это такая площадка, где все живут. То есть индустрия гостеприимства – это основной пласт всего, во что город вовлечен полностью, включая продавцов магазинов. Поэтому здесь, чем больше у нас людей в это вовлечено, тем лучше. Вот и все. Поэтому тут и инициативы, которые формируются, они многое зависит от людей. За время работы Союза его эксперты уже провели 18 мероприятий и создали два комитета по развитию цифрового туризма, а также юридическое бюро поддержки турбизнеса и самих туристов. К Союзу могут примкнуть любые заинтересованные в развитии индустрии гостеприимства организации Сочи. Желающих уже немало. Каждый имеет какие-то новые перспективы развития, какие-то новые идеи. И мы, когда собираемся все вместе, мы обсуждаем эти идеи, делимся ими. Делимся тоже клиентской базой какой-то. Кому-то одно интересно, кому-то другое. Поэтому я считаю, что это очень хорошее направление. Хотелось бы, чтобы побольше о нас узнали. Я думаю, что эта ассоциация, она даст нам больше возможностей, больше перспектив. Кроме того, Союз проводит федеральный конкурс «Мастера гостеприимства». Его цель – выбрать лучших в этой сфере и повысить их квалификацию. Заявки на участие еще принимаются. Победители получат в наставники, именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. В финале участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка, обучение в известной школе туризма или в Сколково. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Восемнадцатого декабря в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Днем 13-15 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 12. В Красной Поляне тоже ясно. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5. Днем плюс 8, плюс 10. Предпраздничная выставка-ярмарка «Кубань-Рождественский базар». Продукты и деликатесы для праздничного стола. Подарки к Новому году и Рождеству. Авторские изделия, аксессуары. Ежедневный розыгрыш призов. С 19 по 22 декабря «Жемчужина». Вход свободный. Быстро и без очередей сегодня поставить машину на учет. Получить или поменять права в Сочи можно именно так. Это получится у тех жителей города, которые пользуются порталом госуслуги. В день в ГИБДД обращаются около полутора сотен человек. Большинство стоят в живой очереди. И всего чуть более 35% оформляют документы через госуслуги. Почему предпочтение нужно отдать именно интернет-порталу, нам рассказал госинспектор ГИБДД Виталий Андреев. В настоящее время для того, чтобы получить государственную услугу по регистрации транспортного средства либо обмен водительского удостоверения, получение водительского удостоверения, возможно, непосредственно обратиться в подразделение, либо использовать механизм портала государственных услуг, который позволяет заявителю понять сам процесс, сформировать необходимый пакет документов, оплатить государственную услугу со скидкой 30%. После подачи заявки на портале государственных услуг те, кто желают зарегистрировать новый автомобиль или изменить регистрационные данные в связи с изменением собственника, попадают на процедуру так называемой визуальной идентификации, осмотра транспортного средства. Помещение расположено по адресу Пластунская 123, где после непродолжительного, так скажем, осмотра они возвращаются в назначенное уже время в зал регистрации. Заявитель обращается в наше подразделение, попадает непосредственно в зал ожидания, где те, кто обратился на сайт госуслуги, обращаются в конкретное окно по времени, назначенному самостоятельно, где уполномоченным сотрудникам рассматриваются те документы, которые предоставлены, которые сформированы в случае того списка, который выложен на сайте государственных услуг, и тем самым он экономит значительное количество времени, не приходится ему находиться в очереди, ожидать приема. После того, как документы обработаны сотрудником и подготовлены к выдаче, они попадают в это небольшое помещение, где уполномоченным лицом они окончательно оформляются, им придают всем известный знакомый вид, ламинируются, и те государственные регистрационные знаки, которые были системой в автоматическом режиме присвоены, соответственно, выдаются заявителю уже непосредственно в окно зала регистрации. Те, кто обращаются без использования сайта, попадают в суда, где получают талон электронной очереди, и в назначенное время уже будут вызваны системой в электронном виде к окну для обработки документов. В настоящее время порядка 36% заявителей обращаются к нам с использованием портала государственных услуг. Очевидное преимущество механизма заявители понимают только лишь после того, как получают услугу, и, естественно, благодарят за своевременное, быстрое и удобное обращение в подразделение. А в Сочи продолжаются мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Это своеобразный старт Года памяти и славы, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В школах проходят уроки мужества. Шестую гимназию сегодня посетил герой Советского Союза Виталий Бубенин, а в пятнадцатой героям Великой Отечественной посвятили театральный фестиваль. А может быть, я насовсем не умру, уйду просто к маме своей? Нет, нужно подняться, нельзя мне лежать. Ведь я – это мой Ленинград. Нельзя нам сдаваться! Таня Савичева стала знаменитой на весь мир благодаря своему дневнику. Записи 11-летняя школица вела во время блокады Ленинграда, когда голод каждый месяц уносил из жизни ее близких. В дневнике девять страниц, на шести из которых даты смерти членов ее семьи. В итоге дневник Тани Савичевой стал одним из главных скорбных символов Великой Отечественной войны. Он был предъявлен на Нюрнбергском процессе в качестве доказательства преступлений фашизма. Девочка пережила блокаду, но так и не узнала о долгожданной победе 9 мая 45-го. Спектакль по мотивам дневника Тани Савичевой поставили в 15-й гимназии в рамках традиционного театрального фестиваля, который в этом году посвящен 75-летию Великой Победы. Главную роль в постановке сыграла ученица 6-го класса Кира Ефимова. В монологе говорится то, что есть хочется, как бы умирает сначала голова, руки, сердце. Эта роль как бы давалась сложно, потому что мне не приходилось в жизни переживать такую трагедию, и как бы нужно было прочувствовать. Я думаю, что эту тему поднимать среди молодежи для того, чтобы помнили и знали историю своей страны и о том, как советский народ боролся против фашизма. Кира оказалась права. Главная цель таких мероприятий – военно-патриотическое воспитание молодежи. По окончанию театрального фестиваля мы отберем самые яркие, самые трогательные, самые необычные, самые запоминающиеся мероприятия. И вот эти классные коллективы повезем в воинские части нашего города. Беда нашего поколения в том, что мы не читаем. Мы каждую постановку заканчиваем на самом интересном моменте и говорим, если хотите узнать, чем закончилась та или иная книга, читайте в школьной библиотеке. А вот ученики 6-й гимназии сегодня встретились с живой легендой Виталий Бубенин, герой Советского Союза. Сегодня с ребятами он также затронул тему войны и победы. Но 50-летней давности о Даманском сражении в учебниках истории говорится вскользь. А между тем, в конце 60-х отношения с Китаем обострились настолько, что две стороны оказались на грани войны, а ее началом мог стать конфликт на острове Даманский. Бубенин – легендарный участник тех событий. Один из его танковых маневров стал спасительным и победным. День Героев Отечества – важная и памятная дата. Она объединяет в себе историю воинских подвигов героев российской армии со дня ее создания и до настоящего времени. В эти дни в стране чествуют героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Так в стране готовятся к Году памяти и славы 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Более ста теннисистов борются за кубок губернатора Краснодарского края в Сочи и традиционный турнир, собирающий сильнейших спортсменов из разных регионов, стартовал в Адлер-арене. Кубок губернатора Краснодарского края стартовал сразу же после краевого турнира на призы Елены Весниной. Отборочный этап начался 15 декабря, а сегодня первые матчи. На куртах теннисисты разных возрастных категорий, но за главный приз борются только взрослые спортсмены. Все турниры в Российской Федерации разделены по категориям. У нас здесь турнир четвертой категории. Эта категория не очень высокая, за них не получают большого количества рейтинговых очков. Но, тем не менее, так как на этой неделе уже конец года и в стране не так много турниров, поэтому к нам приехало очень много участников. Они получают рейтинговые очки, плюс краевые ребята, которые из Краснодарского края, они получают по результатам своих выступлений, получают возможность войти в сборную Краснодарского края. В целом на турнир приехали более 120 спортсменов, представляющих 15 регионов страны. Младшие играют на грунтовых кортах, взрослые на покрытии хард. От него отскок мяча больше. Георгий Аракелян, хоть и на взрослых кортах, но бороться за главный приз турнира сможет только в следующем году. Но зато на предыдущем краевом турнире на призы Весниной стал первым в своей возрастной категории. Соревнования по взрослым. Мне 14, им 20, 18. Я не рассчитываю на победу, я рассчитываю на хорошее выступление. А вот для Александра Алабанова этот турнир – хорошая возможность набрать недостающие рейтинговые очки. Спортсмен планирует выйти в финал. Сейчас он первый сеянный в турнире и второй по региону. У него на счету сегодня 3500 рейтинговых очков. И чтобы хорошо завершить сезон, ему нужно еще пару сотен. Я ее играю уже с 12 лет. Это уже мой седьмой турнир. Турнир по взрослым. Очень хорошая категория. Собралось много хороших, сильных игроков. 300-250. Это мой минимум. Но буду стараться выиграть. Сетка основного турнира рассчитана на 32 человека. Соответственно, чтобы одержать победу, необходимо выиграть пять матчей. Кто выйдет в финал, станет известно 21 декабря. Кстати, сочинцы и гости курорта могут прийти и поболеть за спортсменов совершенно бесплатно. Для входа потребуется только наличие паспорта. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Скоро Новый год. Пожалуй, ни один праздничный стол не обойдется без рыбных деликатесов. Вкусные и свежие продукты прямо с Камчатки можно будет купить, не выезжая из Сочи. С 19 декабря в Гранд-отеле «Жемчужина» начинает свою работу выставка продажа рыбной продукции. Представлен исключительно свежий улов. Более 35 видов рыб, в том числе белорыбица, нерка, чавыча, кижуч, палтус, даже востребовательных гурманов восхитит отменный вкус этих деликатесов. Такая рыба содержит незаменимые микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3. Представлена будет рыба горячего и холодного копчения, а также свежайшая красная икра. Выставка продажа будет работать с 19 по 22 декабря в Гранд-отеле «Жемчужина» павильон «Икра и рыба Камчатская». Больше всего Новый год ждут дети. Наступает пора детских утренников и корпоративных праздников. Чтобы довольными остались и дети, и взрослые, стоит заглянуть в магазин «Любимый». Новогодняя атмосфера царит в воздухе. Самое время задуматься о подарках для близких. Магазин «Любимый» на Горького 58А предлагает новогодние подарки из конфет. Выбор огромен. Конфеты вкусные и свежие, а начинки – необычные. С отборными орехами и мармеладом, со сгущенным молоком и карамельной крошкой, со свежими ягодами и суфле, йогуртовой начинкой и сливочным марципаном. Помимо традиционных конфет «Аленка», «Мишка Косолапы», «Каракум», есть много интересных новинок. Вы пробовали конфеты с шариками M&M's или со вкусом сыра маскарпоне? Обязательно стоит попробовать. Есть лимитированные новогодние коллекции конфет, которые украсят праздничный стол. Магазин «Любимый» предлагает огромный выбор разнообразной упаковки. Подарки формируют оптом и в розницу по оптовым ценам. Форма оплаты любая. Предусмотрены скидки и подарки. Магазин «Любимый» на Горького 58А работает без выходных с 10 до 19 часов. Телефон 918-392-40. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда «Ведущий» предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.